Первый серийный тральщик с корпусом из монолитного стеклопластика заложит в конце апреля, ВПК Головной базовый тральщик Александр Обухов проекта 12700 после спуска на воду достроечной стенки ОАО Средненевский судостроительный завод На втором снимке справа виден оставшийся недостроенным и экспортный морской тральщик проекта 266М, заводской номер 876 Санкт-Петербург, 27 июня 2014 года Головной базовый тральщик Александр Обухов проекта 12700 после спуска на воду достроечной стенки ОАО Средненевский судостроительный завод На втором снимке справа виден оставшийся недостроенным и экспортный морской тральщик проекта 266М, заводской номер 876 Санкт-Петербург, 27 июня 2014 года Первый серийный тральщик нового поколения с уникальным корпусом из монолитного стеклопластика заложат на Средненевском судостроительном заводе, входит в объединенную судостроительную корпорацию, в Петербурге 24 апреля Об этом сообщила сегодня пресс-служба предприятия, на которую ссылается ТАСС Кораблю присвоено имя героя Советского Союза Георгия Курбатова, который в годы Великой Отечественной войны участвовал в потоплении шести кораблей противника, 20 минных постановках и 15 высадках диверсионно-разведывательных групп Этот тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии, сказали в пресс-службе Там отметили, что срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, более 30 лет, а масса корпуса значительно меньше, 250 тонн, без оборудования и надстроек Водоизмещение тральщика составит 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узлов, экипаж – 44 человека По информации, полученной в администрации верфи, головной корабль серии «Александрит», проект 12700, Александр Обухов уже построен, он войдет в состав флота осенью нынешнего года Он спроектирован в Центральном морском КБ «Алмаз» и является новым поколением противоминных кораблей На борту предусмотрено, к примеру, применение высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах Контракт на постройку серийных кораблей этого проекта между заводом и Минобороны был подписан в апреле 2014 года Их сдача запланирована в период с 2016 по 2018 год 6 апреля 2015 года Права на данный материал принадлежат военно-промышленный курьер Материал был размещен правообладателем в открытом доступе